Всем привет, меня зовут Артем Гуревич, я один из основателей компании GetCrypto, которая вам ни о чем не сказала сейчас. Меня попросили рассказать сегодня про криптовалюты, про блокчейн. Я надеюсь, вы меня будете немножко по ходу процесса немножко поправлять в сторону, куда вам больше интересно, потому что сфера моей деятельности, она довольно широкая и мне часто приходится выступать на конференциях и это чаще всего я выступаю очень тематически, это или майнинг, или ICO, то есть какие-то конкретные вещи. Могу просто провести ликбез. Наверное, надо с этого начать, а дальше уже попляшем, потанцуем. Пару слов, как я к этому пришел, просто чтобы, какого хрена здесь какой-то чувак пришел и вам что-то затирает. Я занимался IT, я вам даже скажу по секрету, года лет 5 назад я вот там в переговорке был на собеседовании, но что-то как-то я понял, что я не хочу и как-то я неуверенно себя доживел на собеседовании. Я такой, нет, и я пошел заниматься своими делами. Мы делали мобильные приложения сами, потом мы делали стартап, он до сих пор существует, это существующий бизнес, называется Fast&Shine, вы знаете, автомойка, может, слышал, вот, в какой-то момент мы, знаете, если не получается бизнес, начинаешь продавать франшизы, не получается продавать франшизы, становишься бизнес-тренером. Я потихоньку скатываюсь, потому что в Fast&Shine мы попали на 13-ю строчку Forbes по франшизам в России и, собственно, больше времени уже начали тратить на это, но моя тема внутри этого холдинга была именно делать мобильные приложения, наши внутренние, то есть не под клиентов, это были наши внутренние приложения. Ну вот одно из них это заказ выездной автомойки, такой Uber в мире мойки. И мне казалось это очень круто, интересно, но в какой-то момент жизнь меня свела с криптовалютами. Я был в поездке в Израиле, попал там такой Bitcoin Embassy, типа посольство Bitcoin, я такой вот де-факте, посольство Bitcoin, у которого нет ни основателя, никого. Крутые ребята просто делали такой, сделали себе мини-коворкинг, такое двухэтажное здание в двух минутах ходьбы от пляжа и они там пилят какие-то там свои стартапчики. Меня это заинтересовало, плюс иногда была необходимость работать с фрилансерами, которые почему-то в тот момент уже стали так довольно интересно интересоваться криптой и типа давай заплатишь битками, ну давай. Потом я понял, зачем платить битками, если можно в битках сидеть и они еще и подрастут. И все равно стал платить рублями. Ну и стало интересно, как это работает. Где-то чуть больше года назад, в конце 16-го года, мне стало интересно, что такое майнинг. То есть я уже прям начал погружаться, как все это работает, все всякие технические штуки. Майнил потихонечку на балконе. Майнинг это не ругательное слово, да, оно ассоциируется с людьми, которые два, две категории, да, или это те люди, которые майняют там у себя дома и живут с мамой, либо с людьми, которые там живут в Китае и покупают на 10 миллионов долларов железа. Вот, есть еще промежуточные этапы. Вот, и как раз вот промежуточный этап, то есть уже промышленным майнингом мы начали заниматься прошлой зимой. Тогда еще не было этой волны. Биток стоил по 1000 долларов. Просто, чтобы вы понимали, в декабре он уже стоил 20 тысяч долларов. То есть он за прошлый год вырос в 20 раз, правда сейчас он стоит 10 и упал в 2 раза за 2 недели за новогодние праздники. Соответственно, вот 17-й год это вообще стал прорывным годом и для криптовалют в плане вовлечения людей в мире, то есть широкого вовлечения, это уже в принципе и до сих пор это такая игрушка для гиков и фриков, но уже начали вливаться большие деньги, большие инвестиции, и поэтому капитализация стала сумасшедшими темпами расти, совершенно не теми темпами, сколько реально биток стоит просто на всякий случай. То есть я не, я конечно большой фанат криптовалюты, биткоины и технологии блокчейн, но не без розовых очков, мне так кажется, поэтому давайте будем говорить честно, что это очень переоцененная сейчас история. Но есть некоторые ценности, которые действительно новые для человечества, поэтому все так сходят с ума. Окей. И потихоньку как раз пришли к истории вообще, что такое биткоин и что такое технология блокчейн. Кстати, кому интересно, я про это пишу, я завел блог, в принципе задача дописать его до книги, но пока что это блог, все пошло по крипте, называется, если что он есть у меня там на фейсбуке, ссылочка есть, Артем Гуреевич я на фейсбуке. Окей. В принципе принято начинать рассказ о появлении криптовалют с биткоина, а точнее основателя биткоина, его зовут Сатоши Накамото, это конец 2008 года, то есть буквально там 10 лет назад, меньше даже. Первое появление первого блока в сети биткоин было 3 января 2009 года, то есть мы недавно отметили всего лишь 9 лет. Но на самом деле первые наработки были в 83 году. Просто представьте еще интернет был такой в зачаточном, совершенно зачаточном состоянии, были уже такие умные ребята, криптографы, математики, которым казалось, вот бы создать виртуальные деньги. Они настолько обогнали свой как бы век, что ну как бы не сложилось. Потом появился парень в 95 году в Калифорнийском университете, который назвал свои эти деньги битголд, уже похоже, да? Да, поэтому это забавно, потому что об этом мало кто говорит. Все начинают рассказывать с 2009 года, и вот все фанаты биткоина, да, такие криптоэнтузиасты, криптоинвесторы, знаешь, вчера, вчера, ну, сэкономил на булочке в буфете, сегодня уже криптоинвестор. Криптовалюта, одна из ценностей, они дали людям возможность почувствовать себя инвестором. А если ты еще и криптоинвестор, то это очень круто. А если ты сделал, например, 2000% за 17-й год, и не важно, что это от 100 рублей, а не от 100 миллионов долларов, то ты уже крутой чувак, ты можешь уже идти рассказывать в студии Лебедева. Шучу, шучу, шучу. Какой ты крутой. Окей. И наработки были. В 2005 году он закрыл свой проект, и на этом закончилась история BitGold. В конце 2008 года появляется некий Сатоши Накамото. Никому неизвестный человек, до сих пор неизвестная персона. Кто-то говорит, что это группа хакеров, кто-то говорит, что это какой-то некий выдуманный персонаж, а на самом деле за этим стоят спецслужбы. Ну, я в эту конспирологию не очень верю. Скорее всего, это действительно один или несколько человек, которые увидели некую ценность и попытались эту ценность донести до нас, и явно не понимали, к чему это приведет. То есть это был такой эксперимент. В большей степени технический, такой гиковский, в меньшей степени экономический. Поэтому есть некоторые проблемы и технические, и экономические проблемы у криптовалюты, и конкретно у биткоина. Соответственно, конец 2008 года он регистрирует домен bitcoin.org, выкладывает свой манифест, называется white paper в мире криптовалют, пишет white paper на очень хорошем, простом английском 10 страниц. Это как раз тот пример, когда можно написать офигенно, описать сложную технологию и вообще сложную концепцию. Он описывает и технологию, и концепцию биткоина, так называемый peer-to-peer, то есть человек к человеку, да, транзакции, то, чего до этого не было. Вот передача данных была, торренты работают по очень схожей схеме, да, то есть данные мы уже peer-to-peer передавали, а вот деньги передавать таким способом, электронные деньги, такого не было. Всегда был какой-то центральный сервер, не знаю, если это Яндекс деньги, то это, соответственно, одни сервера, если вебмани, то другие сервера, если вы с карточки на карточку, то тем более огромное количество серверов и центральных банков в этом участвуют. А вот он описывает эту концепцию peer-to-peer, там, по-моему, на 10 страницах. Очень коротко, очень четко, очень интересно, рекомендую. В мире сейчас криптовалютами пользуются вовлечения криптовалют на планете 1%, ну, тиро 2. Там сейчас огромный бум, поэтому пока уже еще сложно оценить. 1% и из этого 1%, я думаю, только 1% когда-либо читал манифест Сатоши Накамото или видел код. И вообще я часто сравниваю блокчейн и все мир криптовалют с религией. Это религия, где первые люди еще видели или слышали основных пророков. Есть невидимый бог, в которого все верят, и никто никогда не смотрел код, как это работает и не знает, им это даже не интересно. Огромное количество адептов, лжепророки и священники, которые, соответственно, тратят свои бабки, чтобы принести свои жертвы, в смысле купить майнинговое оборудование за реальные деньги, чтобы зарабатывать какую-то циферку, крипту. Это реально очень похоже на религию. И рост криптовалют, в принципе, во многом объясняется верой. Верой в какую-то конкретную монету. Вот, в 2009 году это все было детские шалости. Чуть, по-моему, 12 января 3-го он запустил сеть. Он был первый пользователь, соответственно, он был и первый майнер. Я вам еще расскажу, кто такие майнеры, как работает блокчейн. Я думаю, это надо хотя бы на пальцах рассказать. Пока просто про историю биткоина. В 2009 году он это запускает 3 января. 12 января первая транзакция, он отправляет деньги некому хелфини. Вот этого человека мы уже знаем. Мы знаем второго пользователя сети биткоин, тоже американец. Все говорят, Сатоши Накамото, это что-то японское и так далее. Скорее всего, просто человек специально создал себе такой ник, чтобы немножко отвести от своей личной персоны интерес. И это очень круто. Если вы задумаетесь, то во всех мировых религиях мы не знаем, где похоронены, например, пророки основные. Моисей, Мухаммед и так далее. Мы не знаем, где они. Или там апостолы. Вот с Сатоши то же самое. Мы не знаем, кто это, нам это не интересно. Мы знаем, первого человека, которому он отправил деньги, это был хелфини. Как деньги? На тот момент это не было деньгами, это была некая транзакция в сети. Просто передача данных. Но за 2009 год они приобрели некое количество таких людей, кому это было интересно. Это было реально... Просто представьте, что каждый день, наверное, в мире есть сотни, а может тысячи каких-то говнопроектов, которыми людьми там на форуме друг с другом делятся. Смотри, какая у меня классная идея, тут запилил такую шнягу. Вот это было вот так. Никто в это всерьез не воспринимал и как к деньгам не относился. При этом в 2010 году уже появляется первая биржа. Биткоин на тот момент, первый обменник сначала, потом первая биржа спустя полгода. Первое определение стоимости биткоина было очень простое. Стоимость электричества, потраченного на майнинг, умноженное на процессорную мощность, делить на количество добытых монет. Ок. Ну, в общем, забейте. Очень просто считалось. Реально можно было очень просто посчитать. Если сейчас посчитать, сколько стоит биткоин, ну, там с трудом дотягивает до пары сотен долларов. А биржевая стоимость 10 тысяч. Но по этой формуле уже не считалось, потому что появилась первая биржа. Первая биржа, такая самая крутая, называлась MT-GOX, американская. То есть, вот, знаете, это забавно, но первые такие вот отцы-основатели всех этих криптовалют, они почему-то из Америки. Не из Японии, не из России. Первая биржа, которая в 13-м году рухнула и за собой утащила курс биткоина там сначала в 2 раза, а потом еще 8 раз вниз. Но, тем не менее, тогда это был вау, биржа. Первая биржа, соответственно, первые спекуляции. И дальше пошло-поехало. Там в 2012 году, в 2011 году появляется Silk Road. Все знают. Все пользовались? Кто пользовался? Не все? Да ладно, не стесняйтесь, камера на меня направлена. Шелковый путь, сайт в Даркнете, где можно было купить наркотики, оружие, людей, органы, информацию о пластиковых карточках. Ну, много всего хорошего. Все это продавалось за биткоин. И вообще все это было очень классно. Все, кто пользуются Тором, не знаю, вам на работе можно держать Тор на компе? А, никто же не узнает. Наверное, можно. Все знают этот сайт. В 2013 году ФБР все-таки добирается до основателей и закрывают лавочку. К сожалению, до сих пор остается стереотип, что криптовалюта – это в основном теневая экономика. Применение криптовалют – это теневая экономика. Это не так. Очень сложно криптовалюты перевести, деньги перевести в фиатные деньги. Фиатные деньги – это в смысле обычные деньги. Фиатные деньги перевести в крипту и с крипта опять в деньги. Это очень сложный процесс. Поэтому всякие террористы и так далее гораздо больше любят сразу кэш. Американский. Зачем делать сложные истории? А потом, если посмотреть график биткоина, он так похож немножко на клюшку хоккейную. Вот, ну здесь было несколько таких хороших колебаний, потом это все было ровно. И вот где-то вот это 2017 год. Вот почему я к вам пришел. Наверное, потому что в 2017 году уже все про это услышали. То есть все, опять же, мы говорим все, мы имеем в виду, нам кажется, что все об этом говорят. Все это очень маленький круг людей, которые активно пользуются интернетом. У них есть уже достаточно доходов, чтобы подумать об инвестициях и так далее, и так далее. То есть это на самом деле, на данный момент кошельки есть только у 1% населения планет. И это уже вот здесь. Ну вот я плюс-минус такой вам уродский график нарисовал. Очень похоже на хоккейную клюшку и очень похоже, забегая наперед, очень похоже на график 1999-й, кризис.кома. Поэтому часто сравнивают и ждут, когда все это рухнет. Может рухнет, может нет, я не знаю. Я вас не пришел уговаривать идти покупать битки. И может быть даже отговорю с сегодняшним разговором. Окей. История биткоина это долго. Я вам ее очень коротко рассказал. Там было много всплесков, там какие-то биржи открывались, закрывались, хакерские атаки, воровство, форки. Форк это когда заходишь на гитхаб, берешь код биткоина и создаешь свою криптовалюту. Причем на каком-то из блоков просто идет ответвление. То есть была у нас цепочка из блоков вот так вот и на каком-то блоке раз пошла вторая цепочка. Все, это уже другая монета. Вот это, например, биткоин был, биткоин, а вот по-моему 17 августа, чтобы вам не соврать. Не, не 17 августа, по-моему 1 августа BCH получился, да? Биткоин кэш. Очень тоже такая монета интересная. Уходя от истории, возвращаясь к технологии блокчейн. Просто чтобы вы понимали, как это работает и почему он вообще хоть чего-то может стоить. Почему я не могу просто создать программу, которая будет стоить каких-то денег, там, монеты. Почему деньги из какой-нибудь компьютерной игры, там, не знаю, какая сейчас популярна, дота или что-то, ничего не стоит и не играется на биржах, и инвесторы не бегут с миллионами и с миллиардами долларов вкладывать, а вот в биткоин вложили. Надо плясать о технологии. Технология называется блокчейн. Все, наверное, слышали. В чем идея? Думаю, как в двух словах описать. Давайте представим, что есть некий персонаж. Какое имя вам нравится? Вася Пупкин. Есть Вася. И Вася берет деньги, дает деньги, тратит деньги. То есть у Васи есть какие-то операции. Я говорю деньги, хотя это не совсем правильно. Некие транзакции. Это может быть информация. Он пишет привет, он пишет пока, но проще на деньгах. Да, заранее просто пока не забыл, применение блокчейна гораздо шире, чем деньги, чем криптовалюта. Есть гораздо больше перспектив. Просто пока что, ну давайте говорить честно, большинство стартапов, где используется блокчейн, там он притянут за уши. Есть такая шутка, что с одной стороны появление квантового компьютера, это что-то next big thing, реальный next big thing. Это где-то очень далеко, но зато сразу понятно применение. Квантовый компьютер раз за секунду посчитали распад белка, посчитали распад белка, сделали, например, универсальное лекарство от рака. Или посчитали какую-то там астрономические какие-то вещи, которые до этого человечества не знает. Вот, квантовый компьютер это некий прорыв, при этом сразу понятно, как его применить. Вот прям сразу понятно. С блокчейном ровно наоборот. Вроде как технология прорывная и она уже с нами, а применения ей еще очень мало. И непонятно, когда оно реально будет ценность. Сейчас есть куча ICO, куча стартапов, которые привлекают деньги под свои хорошие или плохие, в 99% случаев плохие проекты. Вот мы сейчас внедрим блокчейн, и все, что мы знаем в мире, они там такси на блокчейне. Не знаю, что угодно, фонарь на блокчейне, студия дизайна на блокчейне, все на блокчейне. Зачем? Это большой разговор. Итак, что такое блокчейн? Вот представьте, есть Вася. Вася нужно, допустим, про деньги сейчас поговорим. Получать деньги и отдавать деньги. И он берет блокнотик, тетрадный лист, и записывает. Один, два, три. Здесь ему там пришло сколько-то денег, здесь ушло сколько-то денег, здесь ему кто-то должен денег. Допустим, ему должны 200 рублей. Вася ушел на обед. Приходит Петя, который ему должен денег. Берет его листик и сюда записывает, что он ему должен, например, 2 рубля. И Вася возвращается, допустим, находит ошибку. Круто. То есть он нашел ошибку, он такой, ах ты, Петя, плохой мальчик. Но ему не нравится эта система хранения информации, где любой может прийти и поменять. А в блокчейне, забегая наперед, вот это хранится еще и в общем доступе. Это одна из ценностей, про которую я потом скажу. Вася не нравится, что кто-то может прийти и поменять запись. Тогда что он делает? Он говорит, окей, я буду все шифровать. Как шифровать? Он берет какой-нибудь уже существующий алгоритм. Сатоши Накамото взял алгоритм, который называется SHA-256. Не самый сложный система шифрования, хеширования. То есть вот то, что получается в записи, называется хэш. Теперь, как делается хэш? Если взять простым языком, чтобы не углубляться, вот здесь можно потратить 2 часа, что такое SHA-256. Представьте, что у нас есть слово из трех букв, не знаю, любое, скажите мне слово из трех букв. А, Б, В, да? Ну или мел, ну, да? А это цифра 1 в алфавите, Б2, В3, например, да? Если их перемножить, получится у нас цифра 6. Вот 6, это будет хэш слова АБВ, например, да? Это примитивнейший способ, как сделать ключ и слово цифрой. Одна цифра равно какое-то слово, даже предложение или даже целый текст. А SHA-256 чуть сложнее. Просто не хочу вас грузить, чуть сложнее. Но, тем не менее, из любой фразы можно составить цифровое значение ее. Допустим, наш Вася умный, и следующий шаг, что он делает? Он все записывает хэшами. То есть у него здесь уже не человека, читаемый текст, а у него написано 1, 6, 3, 4, А, Б, С, 2 и так далее, и так далее, да? То есть у него все зашифровано. Приходит Вася, не, не Вася, а Петя, да? Я уже путаюсь в именах. Приходит Петя и говорит, окей, я знаю алгоритм шифрования SHA-256, например. Я расшифрую обратно, разложу обратно это в текст, поменяю текст и зашифрую обратно. И будет, допустим, тоже какая-то там абра-кадабра, но уже другая. Вася возвращается и такой, what the fuck? Кто-то ковырялся в моих бумажках. Не хватает. Не хватает. Почему? В чем проблема? Если запись вот самостоятельно висит, ее можно просто поменять, просто другую. И не важно, это будет текст или это будет какой-то алгоритм. Ему это не нравится. И он делает следующий шаг, а вот следующий шаг уже классный. Называется, математики придумали это, тоже, по-моему, в 70-е годы, цепочка блоков. То, как Сатоши потом назвал свою технологию. Что она значит? Она значит, что каждая следующая запись – это сумма прошлых. Он берет 3 плюс 2 плюс 3. 4 – это будет вот эта сумма плюс 4. И получается, что если я поменяю вот это значение, то надо поменять все значения. И это уже сложнее технически. То есть, если у меня, например, 100 миллионов записей в этом блоке или 100 тысяч записей в этом блоке, то мне надо не только третью запись поменять, а третью и все остальные, потому что они все взаимосвязаны, становятся. Он просто связал все блоки, все записи воедино. По сути, это и называется блокчейн. Грубо говоря. Что это нам дает? Это нам дает, что каждая запись связана с предыдущей. А это нам дает огромную сложность. Допустим, приходит Петя, ему уже надо не 15 минут, чтобы поменять эту запись, а ему надо, может быть, не знаю, 3 года, чтобы разложить сначала хэш каждой записи, поменять нужную запись и потом все это упаковать обратно. Даже если Вася не заметит, что это изменилось, просто физически ему понадобится очень много или вычислительной мощности, или времени. Кроме этого, Сатоши Накамото сказал, что окей, и это может быть просто, поэтому, чтобы записать блок новый, раз в 10 минут в сети блокчейн создается новый блок, куда записываются новые транзакции. На самом деле это выглядит вот так. Блок плюс блок, да. Каждый следующий блок является суммой предыдущих. Ок. И вот чтобы записать этот блок, ему нужно подобрать хэш. У каждого блока есть свой ключ. 34 знака, из которых 10 в начале это нули. Ну и так далее. Это называется нонс. Вот это называется хэш. По-английски пишу. Хэш. Вот эти нолики в начале называются нонс. И чтобы эти нолики подобрать, нужна огромная вычислительная мощность, нужно делать примитивнейшую операцию. Просто метод подбора. Но триллионы раз в секунду. Просто нужно найти блок, перелопатить огромное количество цифр, чтобы найти очередной блок по определенному алгоритму, где будет в начале 10 нулей. Зачем это сделано? Сделано это вот зачем. Вот эти блоки хранятся у всех членов сети в идеале. Что нам дает блокчейн? Кроме того, что его мы уже поняли, сложно взломать. Второе, очень важная ценность, которая вот реально меняет, на самом деле вот именно эта ценность и меняет парадигму взаимодействия между людьми. Децентрализация. Нам не нужен центральный сервер, какой-нибудь Visa, MasterCard, Сбербанк, еще кто-то. У нас есть члены сети, которые понятно, да, все друг с другом как-то связаны. Что это нам дает? И каждый член сети себе этот блок записывает. Эти блоки записывает и хранит. С одной стороны, да, это очень нерационально с точки зрения хранения информации. Но мы уже живем, слава богу, не с дискетами 1.4 мегабайта, поэтому можем себе позволить хранить текстовые записи, каждый у себя сам. Да, мы храним, получается, что каждый член сети хранит информацию о транзакциях всех участников сети. Круто, да? Я вам приведу простой пример. Я тут недавно был в паспортном столе, и там была такая большая очередь, что к концу приема не все успели зайти. Что делают умные тетки в очереди? Они пишут лист на следующий день, но они боятся, что ночью придет какая-нибудь другая баба и напишет свой лист, и себя впишет, например, четвертой, а их всех сдвинет. Что они делают? Они каждая фотографируют этот список. Круто, эти тетки в очереди просто придумали блокчейн. Получается, что они завтра приходят, видят себя в списке, например, четвертой. Она говорит, ни хера, я третья была вчера, и если у остальных, у большинства теток в этой очереди будет такая же фотография, то большинство право. Вот именно это и есть блокчейн. То есть, если 51% участников сети хранят одинаковые записи в последнем блоке, то именно этот блок является настоящим. И, соответственно, нам не нужен центральный орган, который будет говорить правда-неправда. Давайте еще на одном примере для простоты картины. Мы с вами первобытные люди, и вот, допустим, произошла, не знаю, какая-то катастрофа, и мы остались одни на этой планете. Или мы живем на необитаемом острове, неважно. Вот нас здесь 40 человек, и нам нужно придумать формат взаимодействия. Нам нужно придумать деньги. Сначала мы можем заниматься натуральным обменом. Окей, я тебе маркер, ты мне услугу. Я тебе два маркера, ты мне две услуги. Но впоследствии нам понадобятся деньги. Что мы сделаем? Мы найдем какой-то редкий предмет, например, в этом офисе, если мы в офисе, если на острове, допустим, розовые ракушки, которого очень мало в нашей с вами экосистеме, в нашей природе, и скажем, что вот ты, там, не знаю, Вася, будешь нашим центральным банком. Ты будешь нам говорить, что эти розовые ракушки действительно розовые ракушки, а вот эти перламутровые не розовые ракушки. А еще ты будешь следить, чтобы мы честно ими обменивались и так далее, и так далее. У нас получается немножко государство, да? То есть у нас появляется налоговая система, центральный банк, который выпускает эти деньги, занимается эмиссией, да? Это один вариант, по которому шло человечество. То есть сначала это было просто золото, редко ископаемое, потом появились некие регуляторы, системы, которые сказали, так, мы будем сами следить, правда это золото или неправда. То есть мы будем чеканить монеты, а потом это стали бумажные деньги, которые были сначала привязаны к золотовалютному резерву, а сейчас вообще не привязаны к золотовалютному резерву и привязаны в лучшем случае к ВВП вашей страны, а в худшем случае ни к чему. Ну вот в таком мы мире живем, где в принципе, если у центрального банка не хватает денег, например, заплатить зарплаты бюджетникам, он может включить станок чуть быстрее. Ничего страшного, пенсии всем заплатят, но будет инфляция и цена на сметану вырастет в полтора раза, например. Биткоин это исключает. Почему? Потому что если мы с вами, а, давайте вернемся все-таки к острову, и вот до 2009 года так и было, у нас было некое лицо, которое нам говорило, это деньги, это не деньги, этим пользуйся, этим не пользуйся, с этого плати налоги, с этого не плати налоги, это я выпущу, и с соседним островом мы будем по таким-то правилам играть. В 2009 году вот в качестве эксперимента человек создал некий аналог денег, это даже нельзя назвать деньгами, которым мы можем обмениваться, зная точно, что мы, что это реально то, что мы друг другу обмениваем, что этого мало в природе, и что это нельзя подделать. И это был биткоин. Как это работает? Мы встречаемся все в каком-нибудь актовом зале, на острове, я выхожу на сцену и говорю, я Васе передаю две розовые ракушки. В какой момент это действительно станет правдой? Если 51% участников зали скажут, да-да-да, это реально розовые ракушки, и да-да-да, реально, типа, мы видели, это произошло. Вот тогда это действительно была денежная операция, а не передача фантиков. Потому что большая часть нашего общества считают, что это деньги. Деньги считаются деньгами, если оказалось, если большинство принимает это за деньги. И плевать, что так не считает центральный банк. Ну, никто не мог до 2009 года об этом подумать. Вот до айфона дошли быстрее. Опять же, возвращаясь к блокчейну, чем он ценен? Децентрализация полная, у нас нет центрального сервера, полная трансграничность. Я могу, мне что перевести кому-то в этом зале, что в Америку, перевести, например, 100 тысяч долларов, это два нажатия мышкой. Полная трансграничность, децентрализация, псевдоанонимность. Если мы говорим про биткоин, есть сейчас криптовалюты, которые реально там 100% анонимные. Вот, есть огромное количество псевдо-криптоанархистов. На самом деле это довольно большая глупость, но тем не менее, да, кто-то видит в этом ценность, я не вижу в этом большой ценности ухода от налогов. Мы все равно живем в регулируемом мире, нам нужно, чтобы у нас была система здравоохранения и так далее, и так далее. Нам нужно платить налоги. Но тем не менее, отсутствие налогов, отсутствие границ, отсутствие ограничений. Мои биткоины, это только мои, ни одно государство не имеет права попросить обратно. И рубли, и доллары. Государство, это билет Банка России. Это не ваша вообще сущность. Это вам дали погонять на какое-то время. И если они завтра захотят, например, сделать динуляцию, инфляцию, дефляцию, что угодно, мы просто будем сидеть и смотреть на это. Биткоин живет немножко по другим правилам. Вопрос. Это был бы идеальный мир, но неинтересный. Так было до 2010 года. Я вот рассказывал ребятам. В 2010 году появился первый обменник, а потом первая биржа. Как только появилась биржа, начали спекуляции. Первая покупка за биткоины была за 10 тысяч биткоинов в 2010 году. Чуваки на форуме, там их было несколько сотен людей. Один другом говорит, слушай, а вот бы за битки пиццу купить. Типа никто не принимает биткоины. И чувак из Европы, один в Америке, один в Европе. Чувак из Европы говорит, слушай, перешли мне 10 тысяч биткоинов, сегодня это 100 миллионов долларов. На всякий случай я вам говорю. Тогда это ничего, фантики. Перешли мне 10 тысяч биткоинов, я тебе закажу пиццу, оплачу карточкой. Все. Первая транзакция. Я не знаю, сколько волос на груди и где еще вырвал парень. Слазо. Слазло. Его был ник. Ну, историческая такая история. Даже есть какой-то, кто-то запилил сайтик, где каждую секунду, в зависимости от курса битка, просто цифра, сколько стоят две пиццы в 2010 году. И там было прикольно, потому что буквально вот в декабре я зашел, о, 190 миллионов, а сегодня всего лишь 100 миллионов. Ну, вообще фигня. Да-да-да. Нет, я знаю, что там есть правильный вопрос. Сколько я заплатил карточками? Я не помню. Это типа 30 долларов, 60 долларов. Что это такое? В 2010 году за биткоин давали 6 центов и потом он вырос до 50 центов. Вот это я точно помню статистику. Он вырос за год. Ну, тоже офигенно. Во сколько? Почти в 8 раз. В 8 раз вырос за год с 6 центов до 50 центов. По-моему, в 2011 году за один биткоин давали 1 доллар. Кто из себя помнит в 2011 году? Что вы делали? Учились в институте, покупали четвертый айфон, праздновали смерть Бен Ладена. Люди покупали биткоины и майнили. Да-да-да. А когда получается следующая тема в майнерах, это в институте инициатива того, что вы готовы к майнинсти? Да. Да. Чем больше веришь, тем больше получаешь. А получается, железо-электричество я получал? Железо-электричество сейчас про майнеров расскажу. На самом деле, то, чем я занимаюсь, основная тема, вот чем занимается моя контора, чем я занимаюсь, это консалтинг в сфере майнинга и проведения ICO. Ну, было майнинг основной, и тут вот последние полгода было грех не разбирать в этой теме, не начать копаться в ICO, не проводить, не помогать другим ребятам проводить. Про майнеров, да? Переходя, кто такие майнеры, почему они это делают вообще, в чем их интерес? А можно еще в пункт, вот, в пунктах назад, просто про криптовалюты, там была ремарка о том, что создаются новые валюты, как отлетления от текущих? Либо совершенно новые, либо отлетления, либо совершенно новые. Сейчас больше, больше полутора тысяч криптовалют. Каждый из нас, имея ноутбук и 10 минут времени и айтишное образование может это сделать. Ни в чем. Есть щиткоины, которые вообще ничего не стоят, а есть стоит. Это как представь, что у тебя есть компания, и ты выпустил облигации. Если у тебя говнокомпания, они ничего не стоят. Не облигация, а акция. А если у тебя крутая компания, и ты хочешь провести IPO, поздравляю, круто, ты Apple. Ну, то есть, или там, не знаю, Яндекс, что привычнее. Есть там прикольные примеры про криптовалюты, так, чтобы так немножко вас позабавить. Тетка, причем довольно рано, в году в 13-м, в 10-м, она заценила тему с битками, но в Америке все сильно быстрее. Пришло, мода, сейчас она немножко спала, эта мода, и вот я думаю, что сейчас будет вторая волна, когда начнут из долины люди заходить, потому что вообще криптовалюты в Америке, это восточный берег, Нью-Йорк, Бостон и так далее. А вот западный берег, они к этому относятся, как к детской забаве, до сих пор. Сейчас я просто хотел про биткоин рассказать. Короче, дамочка, она типа, супер-пупер, арт, такая, такая очень, такая, человек искусства, я просто подумал, что здесь может быть много людей, людей искусства в зале. Она подумала, что вот прикольно создать свою криптовалюту. Она привязала каждый свой биткоин, бич, понимаете, от слова, сука, биткоин к какому-то площади своих картин, выставленных в какой-то галерее, то есть у них есть реальная ценность. И это была очень красивая идея, на самом деле, это вот хороший пример криптовалюты, на самом деле, когда ты привязываешь свои криптоактивы к какому-то реальному активу. Хороший, я сейчас говорю не с точки зрения криптоанархистов, а с точки зрения классического бизнеса, да, потому что с точки зрения криптоанархистов идеальная криптовалюта это все еще биткоин, да, ни к чему не привязанная, ни к каким физическим активам, полностью виртуальная и тем не менее там с огромным интересом. Почему биткоин сейчас все ломанулись покупать и это просто сумасшедший дом, вот сейчас он вообще просел и там ну просто люди, миллион долларов это сейчас там типа средняя сделка в Москве на покупку крипты. Просто люди сошли с ума, потому что, ну понятно, что когда речь про такие суммы, то это скорее всего уже какие-то левые деньги, которые нужно вывести или за границу, или там, ну понятно, увести их в тень. А есть люди, которые реально это делают на легальные даже деньги, покупают через офшоры, на биржах, на огромные суммы, потому что они вот верят в эту некую идею, что это деньги, которые принадлежат только им. Есть там, был какой-то российский депутат, который все свои деньги перевел в битки и с одной флешкой улетел. Вот. На самом деле идея-то вообще не новая, по-моему, в Духлисе, в каком-то там еще куче лет назад. Это была история. На самом деле вот очень смешно, как бы, где сценаристы, где режиссеры, как они, насколько они были далеко от крипты. Тем не менее, они были в теме и вот, по-моему, во втором Духлисе, который, блин, ему уже 3 или 4 года фильму, значит, снимать начали лет 5 назад. И вот там в российский фильм и он как раз это очень такая, то, что сейчас уже стало правдой, да, какие-то ребята приходят в фонд, говорят, дайте нам денег, мы создадим виртуальные деньги и так далее, и так далее. Вот. Сейчас таких ребят очень много. Российских стартапов в мире ICO я думаю, процентов 20 и собирают очень неплохо, очень неплохо собирают. Весной, там, например, SOM они собрали по тому курсу биткоина 41 миллион долларов. Сегодня это 200 миллионов долларов. Хороший вопрос. Так как я говорю под запись, я скажу никак. Потому что мы живем в мире, где криптовалюта пока что считается на грани суррогатных денег, а это 7 лет тюрьмы, поэтому я отвечу никак. Ну ладно, ладно, ладно. На небольшие суммы есть, скажем так, есть, ну сейчас гребаные 90-е. Вот в мире криптовалют это просто 90-е. Обмен кэша на крипту. Спортивные сумки под столом в банке или в этом. Обмен через площадки. Есть офигенные площадки Bitcoin Locals и так далее, и так далее. То есть вот у меня знакомые ребята запилили техническую только часть. Это MVP на самой-самой ранней стадии. У них там есть 100 пользователей. Уже спокойно сейчас пришли к инвесторам просить 500 тысяч долларов и тебе говорят, в принципе, немного. Вот. Настолько верят во все эти сейчас стартапы в мире крипты. Площадки по обмену. Плюс есть биржи. Но это уже надо иметь выходы на международные банки, когда ты можешь или с офшорного счета кинуть, или у тебя чистый-чистый какой-то российский счет, с которого ты можешь легко свифтом перевести большую сумму денег. Это всегда вопрос у регулятора. Но есть такие люди. В общем, схем много. Есть сейчас легальные схемы, когда человек провел ICO там, но не в России. Есть страны, которые признали биткоин вообще целиком полностью, например, Япония. Есть страны, которые Америка, которые сказали, ну, в принципе, прикольная штука, играйтесь. Правда, там самый жесткий регулятор в плане проведения ICO, и не дай бог вы будете проводить ICO и хотя бы не то, что трафик включите, а хотя бы один человек у вас купит, гражданин США, у вас, не дай бог, купит хотя бы один ваш токен, ну, токен это, да, аналог вашей, собственной криптовалюты, да, ваш ключик. Не дай бог, тогда у вас, вы сразу попадаете под регуляторику SEC, SSC, комиссия по ценам бумагам Америки, и вообще не волнует, что вы там какой-то российский стартап, да и российских стартапов нету, потому что все, к сожалению, российские команды, зарегистрированы Кипр, Кайманы, вот мы делали ICO на Гибралтаре, Россия, не, нет, ее нет на карте криптовалютной в мире, есть крутые команды из России, но все эти стартапы, это вот Белиз, Сен-Винсент и Гренадин, это такие страны, про которые я до 16-го, до 17-го года даже не слышал, да, вот отличные страны, которые, в которых банки позволяют легально выводить деньги, даже швейцарские банки спокойно позволяют, если ты сделаешь так называемый KYC, know your client, если ты полностью объяснишь, откуда у тебя эти деньги, если, например, ты провел ICO и тебе этих биткоинов и эфира на твой стартап накидали на 10 миллионов долларов, например, тысяча человек, ты должен про каждого из них знать, кто это, откуда у него деньги, не отмыв ли это денег и так далее, и так далее, если ты все это докажешь банку, это может пройти большой срок времени, то ты молодец, ну плюс можно расплачиваться крипто сейчас в очень многих сферах. Понятия не имею, телеграм планируют, вичат они живут в своем мире, с китайцами очень сложно, у них есть свои деньги там, я думаю, им нафиг это не надо. Вся капитализация криптовалют в мире сейчас упала в два раза, где-то в районе 400 миллиардов долларов, к концу 17-го года было 800 миллиардов долларов и это было, а общий оборот, денежный оборот мировой 89 триллионов долларов, соответственно, это было в районе одного процента. так совпало, на самом деле вовлеченность не сильно увеличилась, а вот денежная масса якобы сильно увеличилась, на самом деле не денежная масса, а капитализация. Мы с вами реальные люди, мы понимаем, что это все все равно пузыри в какой-то степени. Такие же, правда, пузыри, как рубль или доллар, но может быть более быстрые, быстрее надуваются, быстрее лопаются. И рубль, и доллар, и биткоин, это все пузыри. Вопрос, кто когда лопнул. Общая капитализация вот этих полутора тысяч криптовалют, из которых биткоин это где-то 40-50%, ну 40%, ему иногда очень эфириум наступает в пятки. Общая капитализация вот была один процент, сейчас скатилась к полпроцента от общей капитализации мировой. Но это уже некая цифра, то есть уже большинство государств стали задумываться о том вообще, что такое криптовалют и как к ним относиться. Каждый день про это уже говорят. Вы же по-разному мировой эфир, чем это идеально отвечает? Так, есть очень много тем. Про майнинг пропустим или вкратце про майнинг? Я просто не успел рассказать. А потом про эфир, потому что это чуть-чуть связано. Окей, кто такие майнеры? Майнеры это как раз узлы в сети, которые записывают вот эти транзакции. То есть вы переводите кому-то деньги, эти деньги, если честно, все равно не пир-ту-пир, они все равно идут не напрямую, они идут через, они попадают в сеть в общую. И майнеры каждые 10 минут берут какое-то количество транзакций, какое количество это размер блока каждой криптовалюты. В биткоине это 1 мегабайт. Вот сколько они могут в 1 мегабайт засунуть транзакции, они столько берут транзакций, берут по принципу, где больше комиссия. В принципе, комиссии в биткоине могут быть и нулевые, и это была одна из ценностей, что это моментальные транзакции, трансграничные, хрен там. Сейчас могут и сутки идти и так далее. Если комиссию не назначишь, а если назначишь комиссию, то майнеру будет интереснее взять твою транзакцию, а не эту, и поэтому она попадет скорее в пул, который запишется в блок, а майнеры с огромной скоростью всех к одному блоку подбирают ключи, кто первый нашел ключ нули и знаки, кто первый подобрал следующий нонс, открывает блок, в него записывает и пишет в нем еще, что мне на такой-то кошелек запиши-ка мне награду. Награда каждые 4 года уполовинивается. Очень важная вещь про биткоин, чисто чтобы ликбез такой, вдруг вы не знаете, всего в природе может быть 21 миллион биткоинов. Я забыл про это сказать, это очень важно. Почему биткоин имеет ценность? Его ограничена эмиссия, его нельзя выпустить больше, чем заложенный алгоритм. Математика целится наук. Поменять код биткоина уже тоже нельзя, можно сделать только форк, следующую криптовалюту, но код биткоина уже не изменить, как он запустил его 3 января 2009 года, все. Последняя монета будет добыта в 2140 году, у нас еще 123 года, из них 80% монет мы уже добыли. Там вот такой график. И мы вот здесь. 80% биткоинов мы добыли, это порядка 17 миллионов, а всего может быть 21 миллион и это будет в 2140 году. Все будет хорошо, будет вот, представь, что больше рубль нельзя печатать. У него тут же начнет офигенно стоимость к доллару расти. Расти к доллару, это значит, курс будет падать, в смысле. Но так государство себе не может позволить, ему нужно воевать. Ну или там платить зарплаты, чтобы меня не объявили в криптоанархизме. Так как биткоин не привязан никому государству, плевать на все это, это чисто, чисто, как, знаете, Адам Смит такой был экономист, такое, противопоставление, полное противопоставление Карлу Марксу. Он сказал, что рынком должна управлять невидимая рука спроса и предложения. Вот так и определяется, кстати, стоимость биткоина. Кто готов покупать, кто готов продавать. Сегодня я готов продавать по 20 тысяч долларов, а какой-то лог готов покупать, окей, есть даже смешные кейсы, что, например, в африканских странах биткоин, когда у нас стоил по 19 тысяч долларов, у них стоил по 36, по 40 тысяч долларов, потому что у них настолько адская инфляция, ежедневная, сумасшедшая. Просто представьте, что курс рубля удваивается каждый день. Невозможно пользоваться деньгами. А у биткоина тоже сумасшедший рост, но в обратную сторону. У него курс растет к доллару. То есть, понимаете, за доллар можно все меньше и меньше купить биткоина за один доллар. Обратный процесс. И, соответственно, там сумасшедшие курсы обменные, ну, люди, которые даже в таких нищих странах есть большое количество богатых, относительно богатых людей, и они были готовы покупать биткоин вот по таким ценам. 2140-го года. Математика царица наук. Код блокчейна, биткоина полностью открыт. Мы видим алгоритм, мы знаем, что каждые 4 года награда за открытый блок уполовинивается. Вот здесь каждому майнеру, в чем идея майнинга? Я забыл сказать. Во-первых, это способ подтверждать транзакции, но чтобы это не было централизовано, Сатоши придумал такой алгоритм, что, по сути, практически в случайном порядке люди подтверждают транзакции. Сейчас я подтвердил транзакцию через 10 минут Сережа, через 4 минуты Петя, и это почти рандомно. На самом деле не совсем рандомно. Чем больше у меня мощности вычислительной, тем вероятнее, что это сделаю я, а не Вася. Вот. Это важный момент, поэтому все гонятся за мощностью. В мире майнинга это многомиллиардный сейчас бизнес. Есть 4 завода, которые производят, и там вот к нам очень часто приходят клиенты. Средний чек сейчас 15 миллионов рублей. То есть это, если еще буквально в начале лета миллион рублей было, то сейчас люди с гораздо большими деньгами стали этим интересоваться. Они не всегда покупают, они вынесут мозг, если кто-то продажами занимается, меня хорошо понимает. Они выебут мозг, а потом скажут, а нет, я куплю на 3 копейки в соседнем там магазине. Но тем не менее спрос и предложение сейчас огромное на рынке майнинга. Все гонятся за этим, но идея в децентрализации. Я подтверждаю, ты подтверждаешь. Если у кого-то в руках окажется 51% майнинговой мощности, то мы полностью управляем сетью. Помните пример про актовый зал? Мы же все, если у меня 51% друзей в зале, я могу говорить что угодно и все будут это подтверждать и записывать каждую себя в блокноте. Каждую себя в блокноте записал, все это правда. Поэтому очень важно, чтобы не было 51% майнинговой мощности в одних руках. Сейчас есть некая проблема, что 70% майнинговой мощности биткоина, у других криптовалют все по-другому, у 70% майнинговой мощности биткоина находится в Китае, но при этом в разных руках. Там есть порядка 8 мега ферм, многомиллиардная каждая ферма, это тысячи асиков, асик это такая штучка для майнинга, специально разработанная. Кстати, за 9 лет технологически вот эти железки для майнинга прошли весь путь, который прошли производства процессоров за последние 50 лет. Если кто-то понимает, 50 нанометров это то, что у нас там в каком-нибудь там средненьком, хорошем вузе техническом могут в лаборатории сделать 50 нанометров процессор, вырастить такой кремний. Они начинали 4 года назад с 50 нанометров. Весь прошлый год топовые процессоры в асиках, заточенные под архитектуру именно майнинга, то есть они не умеют запускать браузер или там операционную систему нельзя поставить. Они тупо заточены подбирать цифры. При этом в каждой железке там по 200 этих процессоров, каждая железка стоит 200, 300, 400 миллион рублей и со скоростью там например 10 тысяч операций в секунду или 10 миллионов даже сейчас уже есть операций в секунду терахэш. Да, миллион. Подбирают эти ключи. И было 50 нанометров, в прошлом году это было 16 нанометров. У нас с вами в карманах и на коленях устройство с 10 нанометрами процессорами и казалось, ну нет, эти китайцы никогда не догонят AMD и Intel. В декабре объявили 10 нанометров процессора. это настолько рынок растущий, так много инвестиций, так много бабок, что они просто этот путь с огромной скоростью. И так во всех сферах, вот в криптовалюте, любую сферу внутри криптовалюты возьми, развивается с огромной скоростью. Ну это невозможно. Был момент, летом надо было договориться, большинству майнеров надо было договориться, что будет форк или не будет форка, у биткоина появилась проблема. Он не думал, что биткоин может пропускать до 6 транзакций в секунду. Сервера визы суммарно могут 25 тысяч транзакций в секунду. Когда он запускал вот эту биткоин и блокчейн биткоина не рассчитан, ну то есть не было такой идеи, он думал, что будет ну пару сотен, тысяч, не знаю, десятков тысяч людей этим пользоваться. Он не думал, что этим будут пользоваться миллионы людей. Появилась проблема, 1 мегабайт объем блока уже мало. Захотели сделать там 4 мегабайта, 8 мегабайт, начали споры, как это сделать, как поменять код, можно поменять код. Был вопрос, поддерживают ли это все майнеры, собрались в Нью-Йорке, подумали, подписали в мае договор, все друг друга наебали, летом, кинули, прошу прощения. Тариф. Им это выгодно, им это выгодно, как только не договорятся, биткоин ничего не будет стоить. А они основные майнеры, они те люди, которые открыл блок, получил монету, пришел на биржу, продал эту монету. В биткоине монеты никто не производит, нет центрального банка. Майнер за то, что записал чьи-то транзакции, получил новорожденную монету. То есть им выгодно иметь не больше 50% монет. Ну, 49, допустим. Но это невозможно, потому что ни у кого не хватит денег сейчас купить столько мощности. А договориться они не смогут. Ну и плюс сейчас огромным темпом наращиваются мощности в России, в Европе. В Америке дорогое электричество, но тем не менее там тоже, поэтому как бы у них нет шансов. Я так думаю. Не факт, что биткоин доживет до 1140 года, потому что, может быть, он завтра слопнет и ничего не будет стоить, и будет какая-нибудь другая криптовалюта, эфириум или рипл или еще что-то. Но теоретически ничего не угрожает пока что. Единственная угроза для взлома. Взломать невозможно. Ну, я вам объяснил, почему. Потому что все транзакции записаны в одну цепочку, и у большинства членов сети они хранятся. Но если даже это случится, то это единственный способ это сделать, если у кого-то в руках окажется квантовый компьютер. Это проблема стала, потому что, например, хранить на персональном компьютере кошелек, который хранит блокчейн, биткоин, уже очень тяжело. Что-то я пытался скачать даже эфириума блокчейн, 10 гигабайт, у меня макс завис и типа сутки провисел. Я такой факт, да щит. Вот. И надо поднимать специальные типа мини-сервера, ноды и на них хранить. Поэтому большинство пользователей биткоина на самом деле это не вот эти члены, а вот люди, кто где-то их приватный ключ хранится, ключик, да, нарисую, а они только имеют доступ к своим деньгам на самом деле. А я вам скажу больше, я просто боюсь взорвать ваш мозг, что на кошельках не хранится сумма, сколько у вас есть биткоинов. Хранится лишь сдача, баланс. Сколько пришло, сколько ушло. Вот остаток, это сколько у вас есть. Если вам ничего не пришло, ничего не ушло, у вас ноль. Пришло один биткоин, ушло пол биткоина, у вас пол битка. Понятно, да? Биток делится. Почему 2140 год? Вот, в начале майнер за открытый блок получал 50 биткоинов. Кто быстро посчитает, сколько это сейчас? 50 умножить на 10 тысяч. Полмиллиона баксов. Классно. За 10 минут. За открытый блок майнер получал 50 биткоинов. Сейчас, каждые 4 года шло уполовинивание, сейчас 12 с половиной биткоинов мы получаем за открытый блок. В 2140-ом последний майнер, не знаю, кто это будет, может, центральная федеральная система США, а может быть, биткоином никто не будет пользоваться и просто какой-нибудь там внук одного из наших соотечественников, задротов там получит вот столько. 0, точка, 8 знаков после запятой, из них 7 нулей. Это максимально, на сколько можно поделить биткоин? Когда говорят, ну, у меня нет денег купить биткоин, он же 10 тысяч долларов стоит. Ну, купи на 10 тысяч рублей. Какие проблемы? Он же делится на сколько угодно. До 8 знаков после запятой. Вот столько получит последний майнер. Может быть, это будет миллиард долларов. Мы не знаем. Это и сейчас уже неплохо. 1 Сатоши это называется. В честь основателя, как бы так, последователи назвали вот это минимальное значение биткоина Сатоши. Монетка. Ну, хранится ключ, да. Уже. Их огромное количество. Факин счит. Теперь каждая собака, которая хочет называть себя криптобанком, потому что не нужно получать лицензию, при этом я могу хранить ваши денюжки и, может быть, вам платить дивиденды и, может быть, на что-то поменять, а, может быть, вас обмануть. Ничего. Но. В чем идея биткоина? Что мы друг другу не доверяем. Называется полностью trustless. Полное, полное недоверие, да. Полный trustless. Именно и потому, что он изначально предположил, а если я не хочу центрального банка, но мы же друг другу не доверяем, вы меня видите первый раз. Почему я должен подтверждать ваши транзакции? Он придумал всю эту систему децентрализации и сделал так, чтобы у нас было полное доверие к друг другу. С полным отсутствием доверия мы создаем себе идеальное доверие. И вот благодаря всем технологиям блокчейна мы можем реально друг другу плюс-минус доверять. Почему? Одна из важных вещей там ко мне приезжала тетка с Первого канала, ее почему-то очень впечатлила эта история. Я там ей уводил, показывал фермы, хотя мы особо майнингом не занимаемся, сейчас в основном мы продаем железо, но там есть какие-то фермы, которые можно показать. И я ей рассказал про одну из ценностей криптовалют. Блокчейн бывает открытый, бывает закрытый. Если он открытый, я вижу все транзакции. То есть у этого кошелька нету привязки, я же не прихожу в банк, не показываю им свой паспорт. Это просто какие-то номер моего счета, да, я его сгенерировал, сюда могут прийти деньги, отсюда могут уйти деньги. Но если я знаю твой кошелек, то я знаю его баланс и все транзакции, потому что в блокчейне все пишется у каждого члена сети. И это очень круто. Просто представьте, что вы заплатили налог в биткоинах и вы будете до конца вашей жизни знать, на что потрачен этот биток и на что он пошел всегда, в любой момент времени. Это был такой фильм в 90-е годы, по-моему, он назывался 20 долларов, американский, где чувак теряет 5 долларов и эти 5 долларов кто-то находит и вся суть фильма это путешествие этих 5 долларов по Нью-Йорку. Вот представьте, что вы можете видеть, как путешествуют ваши деньги. Допустим. Тут нету человека, который, а может и есть, да, кто мог бы прислушаться к нам. Он очень волатилен сейчас, курс слишком скачет, побоятся работодатели. Допустим, в эфире. Да, да, поэтому даже сейчас я прошу кого-то кинуть мне крипту, я пользуюсь там каким-то подставными кошельками, левыми кошельками, если я, допустим, не хочу, чтобы это знали. Но Сатоши Накамото и вообще криптоанархисты, да, понятно, все приходит к миру, к обычному, к сожалению. Но изначально это создавалось такими людьми, фантастами, которые хотели и у них получилось создать утопию. Эту утопию все равно испортят. Но это утопия, где полностью открытый мир. Мне не надо скрывать, сколько я зарабатываю. Я зарабатываю, допустим, если я майнер, все понимают и так, и так далее. Это такое капиталистический коммунизм, да. То есть я ничего не скрываю ни от кого и поэтому мы друг другу доверяем, при этом у нас нету способа друг друга обмануть. А как-то вопрос будет решаться? Решается, решается. Есть офигенная технология Lightning Network, ее вот-вот обещают внедрить в биткоин, плюс есть куча криптовалют с огромной скоростью, с низкими комиссиями. Огромное количество других. даже сейчас есть куча криптовалют, где это происходит за секунды. В битке надо, во-первых, дождаться, пока 6 блоков закроются, тогда транзакт. Это неправильный подход, это подход людей, которые наслушались радио, им всем вау, биткоин, биткоин, и поэтому у них вау, классно, биткоин, ну как сказать, не знаю, был когда-то Яху, где сейчас Яху, где сейчас Google, да, биткоин это некое первое что-то вау, крутое в новой технологии, но я, например, я не уверен, что это будет навсегда и на всю жизнь, что биткоин это круто, но понятно, что для инвесторов это самое интересное, это снежный ком, люди начали покупать и вот пошло-поехало. Для инвесторов биткоин, потому что технологически это 100% не самая интересная штука, но с точки зрения опять же анархии, такой свобод, капиталистический при этом такого подхода, чем раньше купил, тем больше заработал, тем дороже продал и так далее, то биткоин это как бы идеальная валюта, а вообще есть куча других криптовалют, например, про эфириум спрашивали, эфириум основатель, известный нам парень, Виталик Бутерин, реально гениальный чувак, все в России гордятся, наш парень, нифига он не наш, его папа уехал из России, как только появилась возможность в Канаду, папа очень крутой программист, Виталик родился в Коломне, то есть он еще родился в России, поэтому он свободно говорит по-русски, но он ментально он, да, он действительно немножко наш, но тем не менее он гражданин Канады, он сделал такую штуку, стартап, собрал 16 миллионов долларов, он был одним из первых, кто провел ICO, тогда оказалось сумасшедшие деньги, по-моему, 14-й год, сейчас эта цифра плавает, но в какой-то момент в декабре 300 миллиардов долларов стоила компания эфириум, это компания, нон-профит, это очень важно, он тоже, он тоже человек, как и вот Сатоши Накамото, который создавал технологию не для того, чтобы заработать, а создавал технологию, потому что он верил, что это поменяет мир, и это реально очень крутая штука, реально должна поменять мир, что такое эфириум? Он создал некий стартап, где на технологии блокчейн можно создавать смарт-контракты, что такое смарт-контракт? Это некий программный код, который подтверждает какое-то событие. Например, если мы говорим про интернет-вещей, я взялся за сложный пример, ну давайте, допустим, вы же продвинуты, интернет-вещей, у меня есть какая-то железка, которая подтвердила какое-то событие. Например, мы недавно писали смарт-контракт для одной логистической компании, связанной с нефтяной другой компании, где им ради прикола нужно было внедрить блокчейн. Модно, хайп, надо было на РБК написать. При этом это реально красивое применение. У них уже интегрировано в каждый контейнер некая железка, у которой есть GSM, GPS, и она записывает весь трек, весь путь этого контейнера, чтобы, допустим, его там не украли, не задержали и так далее, чтобы все это было прозрачно, чтобы акционеры были уверены, что их компания работает прозрачно, и так далее, и так далее. Что мы делали на смарт-контракте? Как только эта железка присылала данные на сервак, сервак по опишке отдавал данные в смарт-контракт, смарт-контракт записывал это в сеть блокчейна эфириума. У эфириума есть свой блокчейн. Он открытый, это все записалось и все, это нельзя поменять, это нельзя изменить. И, например, в этом случае можно тут же вознаградить человека. Круто, да? То есть это некий следующий шаг вперед к автоматизации огромного количества процессов. То есть мы между собой совершаем какие-то сделки, которые автоматически, нам не нужен нотариус, грубо говоря. Смарт-контракт это такой некий аналог нотариуса в любой сфере. Например, одно из применений, к сожалению, Виталику это не нравится, я понимаю, почему. Основное сейчас применение эфириума это проведение ICO, когда я говорю, что у меня есть компания, стартап, чаще всего это вообще PPS, PowerPoint стартап. Вот у меня есть крутая идея, вот у меня есть суперадвайзеры, мы соберем 100 миллиардов долларов через два года, ну-ка накидайте мне ваших деньжат. Как это происходит? Пишется смарт-контракт, если на счет смарт-контракта пришел один биткоин, он отгружает сколько-то токенов. Токены это ваша личная как бы криптовалюта, да? Вот. Что такое смарт-контракт? То есть он, это такой некий простой механизм, который позволяет, если что-то пришло, что что-то ушло. И это происходит автоматически, в чем ценность, что это можно написать и программным кодом, но это нельзя обмануть, это нельзя изменить, потому что если это записалось в блокчейн, то уже нельзя оспорить в обратную сторону. Это уже произошло. То есть, например, человек умер, смарт-браслет показал нулевой пульс, тут же его деньги списались его потомкам. Например, я говорю, что может быть когда-то будет, да? То есть какие-то, это реально очень сильно меняет концепцию взаимоотношения людей. Мы еще дальше отодвигаем государство, мы можем создать страховой фонд и нам не нужно третье лицо страховой фонд. Я могу посмотреть, я знаю, что это не изменится, я реально играю в казино, которое меня не обманет. Например, да? А эфириум это внутренняя криптовалюта. Вообще, это не криптовалюта, это как раз токены. Это токены, которые получают, пользуются люди внутри этой системы, чтобы оплачивать услуги внутри этой системы. криптовалюта, которые находятся на бирже, Окей, круто, только они говорят токены, ну-ну-ну-ну-ну, типа, кто будет продавать токены, мы их накажем. А криптовалюта, ну, там, или налогом обложим, или ладно, торгуйтесь там между собой на здоровье. Блин, чуваки, эфириум, с одной стороны, токены, с другой стороны, вторая криптовалюта в списке. То есть, ну, они настолько не понимают, о чем говорят, и настолько вот не было этого часа на ликбез, что как бы у них есть большие проблемы в понимании. Хотя, например, группа, которая вот заседает в Госдуме, это крутые чуваки, которые приходят на те же конференции, выступают и знают больше, чем я, на самом деле. Наверное. Может быть. Да, наверное, знают. Вот. И это толковые ребята, в принципе, там есть и юристы в основном и экономисты, и технорей там мало, но тем не менее, есть. Ну, вот почему-то происходит такой дисконнект, и не все понимают до конца, что такое, например, токены эфириума. Ну, вообще, это можно назвать криптовалютой сейчас, да. Просто экономические, и раз уж если дисконнер, это депрессионная криптовалюта, которая постоянно дожает, и валюты накапливания, а не расходующие. Совершенно верно, красавчик. Спасибо за вопрос. Иногда, то есть, изначально предполагаю, что это будет некий платежный инструмент. Кстати, каждое государство по-своему определяет, что такое криптовалюта, и до сих пор нет единого мнения ни у кого, и даже сами государства, до сих пор никто не сказал до конца, что это. Кто-то говорит, что это цифровой товар, кто-то говорит, платежный инструмент, кто-то это называет деньгами, и там есть 10 вариантов. Это очень сложно даже юридическим языком описать это явление криптовалюты. Кто-то говорит, ладно, пользуйтесь, а потом решим. Это очень умно, на самом деле, так сделал Сингапур, так в какой степени сделал Япония, Америка и так далее. Ну, и всякие свободные экономические зоны. Большинство стран, конечно, напряглось, например, Израиль, они хитро поступили, они такие, не-не-нет, это цифровой товар, пользуйтесь на здоровье, но платите НДС. Ну, то есть нормально, то есть как бы там, пожалуйста, ходишь по городу, стоят банкоматы, биткоиноматы, можешь купить, можешь продать, за это на 7 лет в тюрьму не сядешь, но заплати налог. Вот. По поводу дефляционного инструмента, да, сначала предполагаю, что это будет чисто, ну, как бы деньги, просто мы говорим слово деньги, не вкладывая всю эту юридическую за собой, да, тележку. Вот, предполагаю, что это будет некими деньгами, и до какого-то времени это было так, сейчас комиссии большие, транзакции дорогие, может быть, это исправится, конкретно про биткоин говорю, поэтому это больше стало инструментом накопления, например, ну, как мы долларами пользуемся, мы ими, и, кстати, очень похоже, потому что мы не имеем права им пользоваться в России, покупать в магазине, но мы имеем право открыть долларовый счет. Биткоин стал в какой-то степени способом накопления, но при этом тебе никто не мешает перевести в другую криптовалюту, которая более быстрая и более дешевая в транзакциях, и пожалуйста. То есть есть криптовалюты, которыми можно спокойно пользоваться как кэшем, как деньгами, которые почти не отслеживаются, вот, то есть он, с одной стороны, прозрачный, с другой стороны, за моим кошельком неизвестно, кто стоит. Но если я себя хоть раз идентифицировал, то, конечно, известно. А сейчас большинство регуляторов нагнули большинство бирж и кошельков. Ты когда регистрируешь кошелек, тебе спросят фамилия, имя, номер паспорта, адрес. Окей, спасибо, пожалуйста, кошелек. Вот, и они уже тогда знают, да, кто ты, но есть и куча анонимных кошельков. Пока что. Мне кажется, полтора часа, давайте один-два вопроса, может, какие-то вот прям горячие вопросы. Есть куча систем верификации, зависит от того, насколько этой бирже важно это. Есть сейчас биржи, которые там очень сильно под регулятором, там и смс-ка подтверди, и паспорт пришли, и фотографию с паспортом пришли. Ну, то есть есть сейчас куча степеней верификации. А вот смарт-контракт вы можете сделать на один кодекс, то вы можете сделать на один кодекс? Смотря что за компания написала смарт-контракт. Я могу его сделать совершенно анонимным, я могу сделать, если мне важно, то могу обязательно сделать, брать людей киево-си. Это уже вопрос юридический, а не технический. Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Обмануть невозможно, так как это прозрачно, и мы четко знаем. Да, но ты не можешь предъявить чуваку, типа, чувак, ты мне должен денег, вот смарт-контракт, тыры-пыры. Это проблема. Это проблема, поэтому регуляторы и говорят, чуваки, типа, осторожненько с ICO или еще с чем-то, где вы через смарт-контракт кому-то отдали деньги или получили, потому что, блин, ну, юридически у этого нет никакой силы. Вот. Физически уже есть несколько государств, которые смарт-контракты плюс-минус признают. Либо мы можем сами ввести эту регуляцию. Например, забрать, например, например, забрать у человека деньги из кошелька или еще что-то. Ну, например, вот сейчас биткоин вводит эту систему, довольно стремная история, есть огромное количество споров, есть же противники биткоина, даже в мире криптовалют, есть, наоборот, сторонники, и возможно, что будет система, типа отклонения платежа, и это будет жесть. Оплатил битками колу, вышел из магазина, отменил транзакцию. Продавец остался без колы и без битков. Вот. Ну, например, да. Это вопросы, которые еще, просто поймите, криптовалюты сейчас находятся на этапе, с одной стороны, это очень крутые технологии и вливаются миллиарды долларов, и, например, Ripple сказали, мы вынесем SWIFT, система SWIFT, мировая банковская, да, операции международных, мы типа вот, мы не крипто-анархисты, мы про крипто, но именно про легальный сектор, и зашли, по-моему, в 30 банков в Азии. Я покупал Ripple по доллару монеты, даже по 0.7, а они за декабрь выросли до 3 долларов, то есть в 4 раза выросли, а сейчас упало к полутора. Вот. Но, тем не менее, это коррекция, ничего страшного, но, например, те, кто любят биткоин, ненавидят Ripple, и наоборот, вот, и Ripple, например, у них там своя идея, свой мир, вот, есть большое количество сторонников и так далее, это все рынок, который только зарождается, может лопнет скоро, может не лопнет, может быть, какие-то стартапы лопнут, а основной тренд останется, я вот в это верю, что, конечно, там, какой-нибудь эфириум или биткоин, есть шансы, да, что как бы все пойдет не так, как хотелось бы, но то, что вот эта тенденция криптовалют, она уже началась, и она никуда не уйдет, и то, что мы с вами скоро будем получать пенсии и зарплаты в крипте, в этом нет сомнений, у меня. Тут есть проблема, я не хотел вам рассказывать про это, бомба сложности, чем больше людей майнят, тем меньше они зарабатывают, что мы вдвоем будем майнить, что 10 тысяч людей будет майнить, скорость транзакций будет плюс-минус одинакова, зависит от количества транзакций, ну и от самой технологии, если мы говорим про биткоин, да, смотря какая технология, в биткоине, да, а в других криптовалютах, например, нет, почему люди собирают сейчас миллион долларов, они говорят, мы сделали свой блокчейн, он гениальный, потому что, и так далее, они делают, когда говорят, не обязательно, это вид, вот майнинг, это один из видов консенсуса, когда мы все можем, не доверяя друг другу договориться, и он называется proof of work, есть еще proof of stake и огромное количество других консенсусов, где не нужна вычислительная мощность, другие всякие штуки, или нужна, но в меньшей степени. Я вам скажу, я вам скажу очень важную вещь, во-первых, то, что я говорю, это то, что есть на данный момент, и все равно, в какой-то степени, это очень важно, когда я говорю, что если вы завтра пойдете и своей девушке или парню расскажете, интерпретируя по-своему, что очень часто в этом мире, так как это совершенно новая технология, тут получается спорченный телефон, это первое, будьте осторожны, если вы что-то слышите про криптовалюту, и не факт, что это правда, или даже читаете про них, и тем более ролики на YouTube, это вообще жесть, потому что всякие шлои, не знаю, как описать, маргиналы ломанулись в этот мир, все, мы криптоинвесторы, а мы криптоблогеры, а мы криптосми, и так далее, а мы криптобанки, и так далее, но тем не менее, а вторая важная вещь, вот по поводу твоего вопроса, просто на всякий случай, такой дисклеймер, если вам кто-то дает хоть какой-то прогноз на криптовалюты, пошлите его нахер, сразу, потому что рынок на 99% спекулятивный, есть тысячи людей, киты так называемые, которые управляют там порядка половиной, у них на руках половина биткоинов, например, то есть есть огромные киты, которые управляют рынком, есть огромное количество стартапов, которые, ну не стартапов, а проектов, они уже многомиллиардные, которые влияют на рынок, и биткоин упал в два раза, никто не понимает почему, биткоин вырос в три раза, никто не понимает почему, кто-то говорит одна причина, кто другая, есть реальные причины, например, Япония разрешила, бах, биткоин вырос с 2000 до 4000, прям при мне, вот буквально весной, чуть больше, чем полгода назад, да, действительно, понятная была причина роста, новый рынок, новые инвестиции, вера в покупателей битка и так далее, но глобально, заниматься аналитикой криптовалют, неблагодарное дело, те, кто это делают, они пытаются на вас заработать, они вам, следующий шаг, они вам предложат купить у них криптовалюту, или взять в доверительное управление, или еще что-то, или они просто пиздобол, ну просто я не знаю причин, глубоко серьезные аналитики, теханализу классическому, как играют там люди на Форекс или где-то, почти не поддается, почти не поддается, рынок слишком новый, слишком перегретый, в долгосрочной перспективе вообще невозможно судить, кто-то говорит, до конца 2018 года 50 тысяч долларов, курс битка, то есть там вот в 5 раз вырастет, а кто-то говорит, будет 5 тысяч долларов, никаких прогнозов никто не может дать. Вторая часть вопроса, будут ли государственные криптовалюты, блин, ну я не совсем криптоанархист, но я все-таки вот такой, все еще живу мечтами, что криптовалюты не должны быть привязаны к государству, иначе это вообще жопа, потому что, объясню почему, потому что государство равно централизация, это значит, что если появится крипторубль, кто будет его эмитентом? Центральный банк России, соответственно, майнерами будет центральный банк, соответственно, это ничем не будет отличаться просто от обычного рубля. Они сделают его закрытым, есть куча закрытых, или надо, или не будет видно, скорее всего не будет видно, чтобы никто не знал, сколько ты получаешь пенсию, отвечаю на твой вопрос. И это все скатится к обычным там Яндекс деньгам, ну то есть к обычным рублям, привязанным к цифре. Это другая история, поэтому централизованная криптовалюта, ну для меня это какая-то лажа, хотя у того же Ripple есть команда основателей, есть SEO, и все говорят, какого хера, криптовалюта, при этом у нее есть генеральный директор. Ну это правда вопрос, но при этом технология крутая, может быть банки возьмут на вооружение. Это спорный вопрос, но про деньги государственные, ну там вот Абхазия сейчас хочет, Венесуэла, ну такие страны, которые как бы у них там вариантов больше нету, чем провести большое ICO. То есть мы выпускаем криптовалюту, накидайте нам денег, купите у нас ее, а она вырастет 10 раз почему-то. Вот. Вероятно, что такие эксперименты будут, я думаю, что в ближайшие год-два мы их увидим. Вопрос, надо ли в такое говно вкладываться, ну так поспекулировать можно ради прикола. И Мавроди сейчас обещал, вроде по-моему на прошлой неделе началось ICO у Мавроди. Блин, ну поздновато чувак, конечно. Некоторые считают, что он и есть Сатоши Накамото, но я не думаю. Вот. Но тем не менее у чувака такая экспертиза, что я вот все время откладываю, нет времени, реально просто в крипте, реально все пошло по крипте. Каждый день столько новостей, такое количество инфоповодов, такое количество вопросов, предложений, выноса мозга, что очень мало времени и у меня даже нет времени купить крипту Мавроди ради прикола, просто там на 50 долларов купить ради прикола. Потому что у чувака огромная экспертиза и это будет реально красивый понт сказать, вот у меня там бабушка в 91-м короче покупала и я в 2017-м инвестор. Вот. Мавроди. Ну это чисто прикол, всерьез, конечно, такие криптовалюты не стоит рассматривать. А инвесторы только не ссоживаются, потому что нет миллионных метров закладывающих. Ну да, например, биткоин дал 2000% в годовых в 2017-м году. 2000% ты покупаешь, например, есть такой, давайте это последнее, о чем я скажу, и на сегодня закончу, мне надо ехать. вот я тут, ладно, есть такой чувак, который написал «Богатый папа, бедный папа». Кто читал? Да, Киосаки, Роберт Киосаки, который, кстати, обанкротился, помню, недавно. Чувак научил весь мир инвестировать. А, нет, без графика. Вот он говорит, что все свои инвестиции, допустим, я не знаю, вы зарабатываете миллион рублей, допустим, вам там сколько-то нужно на жизнь и какую-то часть, например, там 50% от этой суммы вы готовы инвестировать. Вот эти 50% надо разбить на 4 части. Все свои деньги, которые вы хотите инвестировать, надо разбить на 4 части в равных пропорциях, говорит Роберт Киосаки. По какому принципу? Высокий доход, низкий доход, высокий риск, низкий риск. Низкий, да, правильно. Вот здесь покупка недвижимости. Вы купили себе дом, он дает 5% в годовых в лучшем случае. Вы купили квартиру за 10 миллионов, ну, в лучшем случае 500 тысяч рублей в год вы заработаете на ней, да. 5% в годовых в среднем, и это еще неплохие цифры, если это, ну, разная бывает недвижимость, да. В год, то есть, вы отобьете покупку этого дома за 20 лет. А есть высокорискованный, высокодоходный риск, это низкий доход, низкие риски. Ничто с вашей квартирой, вероятно, не случится, очень низкая вероятно, что ее украдут, увезут на машине, разобьют или там отожмут, ну, допустим. А есть высокие риски, высокие доходы, например, криптовалюты, и вот тот же биткоин дал 2000% против 5000%. То есть, вложил доллар, получил 20 долларов в конце года. Ну, и риски высокие, мог и проебать. Потому что он вырос 20 раз. 2000% годовых. Ну, это было в пике. На самом деле, те, кто фиксировали прибыли, 1300%, ну, в 13-14 раз он отрос. Не факт, что в этом году вырастет так сильно или вообще вырастет. Я вас расстроил, да? Не пугайтесь. Делайте, делайте свою крипту, я вам помогу. сделаем какой-нибудь там студия коин. Зря шутите, например, там, я сейчас дружу с несколькими проектами, например, лейбл одного из рэперов российских делает тикеткоин. Отличная идея, у него есть 20 миллионов активной аудитории. Нет, другой, второй, следующий за ним. Это, в принципе, в его случае, да, у него есть аудитория, которая купит эту крипту и очень понятно, зачем они за эту крипту будут приходить на концерт и, вероятно, это будет дешевле, чем за рубли. Очень красивая концепция, на самом деле. Не факт, что красиво будет исполнено, но идея неплохая. Ну, а чего? Ну, то есть, или там спекуляции на этой криптовалюте. Купил по 100 рублей, продал по 1000 через год, если получилось на бирже. Вот. Спасибо большое. Да, если на фейсбуке, если есть какие-то вопросы, лучше почитайте блог. Артем Гуревич, там где-то у вас вывеска была с моим именем. Спасибо. Ну, если совсем интимные, личные, ну, пишите в личку. Спасибо.